всем привет кривой репортаж из корневаш у нас сегодня изменения в завтраке купили мюсли я люблю мюсли с холодным молоком потому что быстро не раскисает и вот такая структура хрустящая очень вкусно а мюсли называются печеное яблоко кофе девчата смотрю что кофе не убежал сейчас кофейку налью горячий сразу потому что не хочу включать камеру из холодного кофе сидеть и сниматься не отрываясь нет я лучше отбегу в сторону и сварю кофе на секунду буквально секунду сейчас у нас все готово девчат завтракайте с нами приятного аппетита вот вчера была интересная тема мы живем философствовать когда знаешь человеку больше 10 лет или 10 в нашем случае 10 почти вот начинаешь уже какие-то темы такие знаешь вышли разговаривать вчера мы беседовали на тему достижения цели собрались Сократ и Ницше да за ужином молока наливать кофе да да спасибо вот идете ли вы у меня вопрос какой вы если к цели идете вы какие-то цели другие на задний план подвигаете или у вас все равномерно и гармонично то есть если ты идешь к какой-то глобальной цели ты жертвуешь ну чем то например комфортом материальным положением даже не так сказать что ты не замечаешь того что ты отодвигаешь не то что не замечаешь пренебрегаешь другими вещами и тебе даже может не доставлять это такой дискомфорт как тебе доставляет дискомфорт мечта неосуществленная и ты прилагаешь все да чтобы этого добиться мы вчера философствовали в кавычках о том что то что мы имеем это была изначально наша мечта и к этому мы шли да если мы говорим ой у меня мечта вот такая-то но на самом деле она у меня давно и она не осуществлена вами значит ну вы не настолько ее не мечтали я не говорю полететь в космос я говорю какие-то вот реальные вещи да для нас что мы себе можем позволить мы уже представляем что мы можем допустим человек подумает я хочу там новую машину да и он начинает как сказать пусть там жена против или еще что-то он будет делать все да там не купит себе это не купит то где-то в семье что-то ограничить но он купит новую машину да там же допустим человек хочет новое там я не знаю хочет хорошую квартиру там да то же самое он себе ее будет всеми путями там правдами неправдами к этому уйти он ее когда-то получит эту квартиру там ну что угодно там человека там или еще чего-то мы это двигаем все остальное на второй план вот такая вот такой был смысл хорошо или просто или плохо нет это просто психологически у человека срабатывает такая засыпают ему другие мечты да и стоит одна как горьком и ты идешь туда вот помнишь я тебе вчера пример приводила когда допустим тебе надо сделать что-то сделать что-то и ты это откладываешь и не хочешь а это надо сделать но у тебя есть другая какая-то мысльная цель да что ты не хочешь делать ты каждый тебе кажется это не настолько нужно хотя это реально нужно но ты делаешь другое потому что ты отодвигаешь то что тебе в твоей голове не нужно сейчас ты не хочешь за это браться сделаешь другое ты делаешь то что тебе нужно тоже в жизни ты какую-то цель поставил и все остальное отодвигаешь мои запутанные мысли понятны что да все подвинулись делаем это не установка этому на сам организм хорошо ли это идти фанатично к цели а тут сам организм так срабатывает или психика наша то есть ты как бы говоришь что ты едешь фанатично мысль моя такая если ты это не получил значит ты этого не хотели это да это да а если ты этого хотел и в этом есть доля какая-то разумная и не сочинили эти люди которые рассказывают это давно известно вообще как сказать общеизвестная мысль просто я ее по-своему тебе говорю потому что на своей шкуре я ее испытала а например внешние факторы вот ты прешь к цели что-то случается с родственниками с не дай бог там дом сгорел еще что-то ну давай давай там если тебе этот цель в голове будет так сильно актуальна потому что она не очень хорошая или правильно просто говорю это вообще и ты пренебрежишь по если ты вот и можешь переключиться пренебрежешь тем что но если у тебя в голове перещелкнет и твоя цель уже уйдет на второй план значит она уже не будет твоей целью номер один, понимаешь, ты там отдашь деньги на дом или что-то еще, ну не знаю. Короче, просто есть люди, которые, наверное, я думаю, ставят себе какие-то дальние цели, а есть какие-то маленькие цели, поэтому и говорится, что есть те, которые могут, ну они не ставят такие, вот я захотел, нарисовал где-то, это где-то в голове далеко огонек, это не, ну можно это и нарисовать, но можно нарисовать то, чего нет, ты нарисуешь себе дом, коттедж, но ты не будешь его хотеть так сильно, да, ты не добьешься. Как тебе? Понимаешь, да? Да. Ставьте такой вариант, если цели вообще не ставите и каждый день жить в моменте счастливого. У тебя голова сама это поставит, это не то, что ты их ставишь. То есть, например, отказаться от вообще глобальных целей? Пока ты жив, твоя голова сама тебе ставит какие-то цели, что-то чуть лучше. Просто у кого-то она срабатывает так, чтобы не хотеть там замахнуться на что-то большое, а у кого-то какой-то стоп-кран стоит в барьере, но не замахиваться. Хотя не может что-то нарисовало. Долго ли длится ощущение счастья по достижению цели? Нет. Уже на подходе получают что-то. Уже... Она очень краткосрочная. В любом. Это к тому, видите, девчата, что... А стоит ли цель затрат, да? Ну, физических, моральных... Ты цель сама не сможешь отменить, а она сама ставится. Понимаешь? Иногда можно повлиять на себя, на свою психику. Ну, вот человек решил похудеть. Не просто решил где-то с понедельника, да? Начал худеть, забил. Значит, это у него не было такой цели. Это была цель, поставленная общество. Журналы диктуют, в интернете пишут. Вон, везде эти бабы на шпагатах гнутся худые. Понимаешь? А человек думает, значит, и мне надо, я себе ставлю ее с понедельника. Но голова не поставила ее, понимаешь? Это извне. И ты себе там, может, нарисовал где-то в блокноте, написал. Но если у тебя щелкает извне что-то делать или не делать, вот это цель. И ты тогда не будешь... Тебе не надо будет открывать мотивационные статьи там какие-то. Тебе что не надо этого? Ты просто это будешь делать. Вот и все. Вот. Вот я про эти цели внутренние, глубинные. Я так думаю, что когда ты менее зависишь от давления общества, и у тебя цели совершенно другие, у тебя меняется образ мишени. Это тоже, да. Это очень влияет. Это как вот у Пелевина сказано, извини, я просто не помню наизусть, что как будто какой-то большой, как это, билборд, или как он называется, или реклама, да, какая-то впереди. И женщине она там показывает какие-то вещи, да, и она как сумасшедшая там начинает пытаться соответствовать этой рекламе, да. И вот это то, что она нам транслирует, и она пытается вот угнаться за этим, понимаешь? И она у нее впереди как вот это маяк вот этот. Ну, это, ну, это я, может, немножко не, как-то не так это сказала, но по-другому не знаю. Вот. Ну, суть, понятно, да? Оно нам навязывает вот это, что появится картинка другая. Да. Появится, что надо носить там штаны треугольником, или появится, что должна быть большая голова там у тебя, или еще что-нибудь. И ты начнешь это делать, потому что, ну, многие зависимые люди от этого, и почти все мы такие, да, где-то, чтобы соответствовать каким-то там идеалам. Ну, нужно быть гораздо счастливее, не оглядываясь на то, что скажет там бабмани из соседнего подъезда. Абсолютно точно. Уже бабмани, наверное, из соседнего подъезда даже нет. Это они превратились в обычных соседей, да, которые борются за модой, за новинками. И все мы хотим тоже, да, не отстать. Начинаем с того, что мы себе объясняем, что мы же не придем в офис, как попало, нам надо одеться хорошо, да? Потом одеться круто, да, там, одеться мега круто. Должно быть это то, чтобы быть как у людей. И это того. Мы должны как-то выглядеть. Ну, с другой стороны, я тоже, знаете, не совсем забыть и позитив, а если начать выглядеть, хотя бы, да, аккуратненько там, в форме как-то. А по поводу новинок, ну, это уже по кошельку смотришь. Ну, я думаю, что в жизни, это мое мнение, мы всегда говорим, что мы не навязываем образ жизни, мы не навязываем наши слова кому-то, просто тут мое мнение, что да, жизнь делается гораздо счастливее, когда вы не оглядываетесь на то, что говорит вам общество, предположим, домового чата. Намного счастливее люди, которые не реагируют на какие-то там стандарты, на обязанности стандарта. Типа, да, а вот почему ты именно в 9 утра завтракаешь, завтракать в 5 утра, ну, грубо говоря, да? Я думаю, что такие вот вещи, какие-то простые, обычные вещи, ну, должны решаться вами, а не с оглядкой на общество, это важно. Ну, что это? Это важно. Важно даже не на общество, а вот на внешний мир. Вот. Чего ты смотришь? Я смотрю, а ты на шару купил? Да? А она какая она? Откуда я знаю персиковая? Это хорошая ваша вещь. Потому что под маркой шару. Ничего не могу сказать. Я без очков была, я просто увидела пятно желтое. А сколько она стоит? Бело-желтое пятно. 169 рублей баночка. Вкусно, да? Вкусно. Да? Ну, хорошо. Вот, такая вот тема в плане осуждения, в плане принятия себя каких-то вещей, в плане... Поставки. Поставки цели, да. Мы, кстати, только мы не сказали, просто свои мысли выразили в общем. Ну, не сказали, как-то резюмировать, что нужно. Цели рождаются. Ну, ладно, говори. У нас вот такие цели, девчат, ребята, у нас такие цели не в плане того, чтобы... Мы ставим цели для собственного комфорта. Мы не ставим цели для того, чтобы удивить людей. Ну, то есть, мы не ставим цель купить какую-то престижную, дорогую иномарку. Хотя можем финансово себе позволить такое, да? Потому что, ну, чтобы люди смотрели и говорили, о, у них там определенный достаток уровня в семье. Нет. Мы не ставим цель поехать на какой-то дорогой курорт, хотя тоже финансово мы можем это себе позволить. Потому что мы хотим комфорта в душе, потому что мы хотим увидеть те вещи глазами, что с большим кошельком, что с маленьким кошельком. Сумма кошелька не зависит от того, что я увижу перед собой, вот визуализация моя. Вот и правильно, Малыш, потому что можно на дорогом курорте, конечно, первый раз, когда приезжаешь на курорте, когда ты уже есть третий раз, у тебя может быть такой же уровень гормона счастья вырабатываться, не больше, чем у того, кто пойдет в лес на шашлык. И там может при приятной компании уровень счастья, гормона счастья быть, извините, и даже дышим. В плане уровня комфорта и опять же, работают вкусовые рецепторы, то есть смотрите, вот, вот, вот слушайте, прямо до головы сейчас пришло. Простой самый пример. Мы едим мюсли за сколько там рублей 150, что ли я купила пачку, да? Творог, кто-то говорит творог. Хлеб с маслом лежит, сырки глазированные, творожная масса. Сейчас вот пример визуализации. В холодильнике лежит, как бы, не одна банка. Она лежит и лежит, и есть не хочется. Почему? Потому что, как бы, в голове, да, вот так дорого, да, здесь обычно. Дело не в том, что дорого и обычно. Дело в том, что, что нравится, что хочется. Вот, пожалуйста, к вопросу о целях. Вот. Наверное, лучше мечтать о том, что хочется, что нравится, а не то, что дорого, то, что создает какой-то внешний лоск, или вот. Ну, людям, я говорю, часто нравится то, что, людям часто нравится то, что навязано. То, что навязано. Да. Бесконечная реклама по телевизору. Вот эти вот песни, берем кредиты. Ну, слушали, да? По первому каналу. Сейчас. Че сейчас там? Рассказывай, что ты приду. По работе отбивал. Нет, не работе, я то, что найду. Вот. Ситуация тоже, да? Было несколько сообщений у нас и на Адзене, и на Ютубе, что зрители пишут, что это неуважение, когда человек отбегает и где-то из угла. Ну, ничего страшного. Никому не нравится, можете покинуть зал. Детя, ну, вот, мое мнение по поводу уважения и неуважения. Неуважение, это не так проявляется. Неуважение, наверное, это когда ты сделал человеку что-то хорошее, что-то приятное, а к тебя отнеслись равнодушно или нахамили. Вот. А в данном случае человек просто вышел из-за стола. Не надо искать плохое там, где его нет. Вот. Это тоже очень, наверное, ну, важное качество, когда человек изначально к другому человеку относится по-доброму и не ищет какого-то подвоха или, ну, вот, попытки что-то сделать. Я ищу про что-то, почитаю. Давай. Ну, слезы. Нет, мне надо найти то, что мне надо. Ну, залезай, да ищем. Я говорю, залезай на стол. Нет, я хочу. Поговори пока садили. Не знаю, что там ищут, но что-то ищут. А еще, если коснуться бытовых вопросов, у нас такая дилемма. Мы купили, Марик купил плитку. Ой, да. В туалет и ванну. Там же надо уже в кассе, а там проблема. Расскажи. У нас, короче, получилось так. Я не знаю, кто лоханулся. Абдулова вроде все правильно померил. Метраж там все. Но плитка широкая, большая. Ширина плитки не позволяет. Там буквально по 10-20 сантиметров остаются кусочки, которые нужно, ну, в полную стену как-то уложить, чтобы было минимально швов. В общем, не совпадает размер плитки и размер ванны. Ну, а, естественно, и туалет. Это очень сложно человеку простому, не относящемуся непосредственно к ремонту. Ну, то есть, если ты делаешь в течение своей жизни постоянно ремонт, то ты понимаешь, а когда у тебя ремонт там два-три раза в жизни происходит, ну, сложно, да? И вот мы теперь думаем, как поставить. Почему два-три раза? Ты сейчас зачем? А ситуация простой, обывательской, что вот... Не, будет там получаться не так же даже. Мы не можем. Не мы ошиблись. Нам проект сделали там. Они посчитали плитка ровно в стену. Мы метраж дали, метраж твой. Как-так? Они плитку ровно вот так по стене получат. И тут и Абдулла ошибся, и они ошиблись. Может, мне надо было досмотреть. Короче, они посчитали, что на стену ровно ложится вот так плитка. Я же не промеряла, что там ровно метр, а там 90 было. Я уже не помню, либо Абдулла им такие мерки дал, либо они ошиблись. И вот эта плитка, тут несколько сантиметров не хватает до стены. То же самое на той стороне, но там больше. Ну, в общем, суть в том, что мы сейчас думаем, то ли купить радикально другого цвета плитку, положить просто как декор, либо доложить кусочком той плитки, которая, как говорится, родной цвет, но опять же будет виден шоп. Как из этой ситуации выйти мы пока не придумали. Потому что вот у меня была идея, я предложила позавчера по диагонали плитку класть, но там очень много получается обрезков. И получается, надо будет докупать. Но это не рационально, это не нужно. Это в три раза больше плитки будет уходить на помещение. Ну, будем думать, возможно, что в Леруа Мерлен съездим, посмотрим какие-то там варианты, может быть, какой-то декор положим. Мозаику. Если не мозаику, то плитку какого-то радикально другого цвета, чтобы это выглядело как специально, как нарочно. Иногда получается, знаете, как я сейчас, что как нарочно получается лучше, чем... Вот ты ошибся, что ты сделал такое, и у тебя получилось еще лучше, чем изначально. Вот такие варианты могут быть. А вот одну цитату скажу. Одну есть, но я другую искала. Всегда рекламируют не вещи, а простое человеческое счастье. Всегда показывают одинаково счастливых людей. Это на этом маркетологе, это межмаркетинг и построен реклама. Они показывают счастливых людей, допустим, с кредитной картой, с новым холодильником. Почему счастливых? Потому что человек, видя человека с этой вещью, думает, это рад, он счастлив, да, и буду счастлив я. И для этого они такие улыбчивые, счастливые, да. Только в разных случаях это счастье вызвано разными приобретениями. Поэтому человек потом идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем. А его там не продают. Вот. А его там не продают. То есть если вот, ну как, резюмировать, да, что в итоге-то человек покупает эмоцию. Не вещь, а эмоцию. И надолго ли хватает этой эмоции, если ты знаешь, что за тобой идет кредитный хвост. То есть у тебя груз еще будет на плечах, помимо вот этой вещи. А вот еще фраза Александра Солженицына из книги «Раковый корпус». «Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а отношение сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то, и другое все в нашей власти. А значит человек всегда счастлив, если он хочет этого. Но ничто ему не сможет помешать». Это умнейший человек. И вообще, ну, сразу, может, и бананы, которые уже разложили там, задерживают книгами цитаты. Но эта цитата, она актуальна, она так и есть. Вот, я хочу дать ей эту проликаву. Подожди. Она такая сильная сфора. Еще штука фигу сварить? Еще штука фигу сварить? Хочешь свари? О, а хочешь мое допей? Мой! Кстати, мое уже по правилам русского языка можно тоже править. Ух ты! Богатство! Целая чашечка кофе мне досталась вообще-то. Да. Дай мне блюдечко, пожалуйста. Сейчас, девчата, проявлю неуважение. На мойки допеку, поставлю. Что ты говоришь, панакота вкусная, да? Водильная. Давай попробуем магазин на панакоту. Выглядит вот так. Это прямо Ашановская, да? Ты говоришь, Ашановская, да? А где ты взяла что? А, вот здесь птичка такая. Я привыкла, что знак под маркой Ашан, он красная птичка. А там, короче, как хитро. Если пишут, как-то... В общем, есть продукты премиум Ашан, вот эта вот с птичкой, с красной. А есть продукты, которые, типа, вот самые дешевые, как же у них называются, то ли наша марка, то ли наш, что-то такое, там, желтый с зеленым лейбл, тоже Ашан, но желтый с зеленым. Это вот немножко попроще, но это не значит, что они хуже продукты. Они просто, ну, другой ассортимент, скажем так. И вот, например, вот из дешевых, вот смесь овачные замороженные хорошие, крупы хорошие, так что можно вполне брать. И, знаешь, я тебе могу сказать так, мой дорогой зритель, что не всегда под маркой Ашан это дешево. Даже самые, как бы, якобы дешевые, если посмотреть внимательно, и разных производителей, и все эти на килограммы умножить, например, не по супу, 200 грамм, а килограмм, то не всегда получается дешево. Вот это все, опять же, маркетинг, рекламный вход. Так, ну, давай посмотрим. Марика свое советую. Я не хочу терять время. Так, сейчас скажу, что. Попробую. С терзиком, бахнет. Я такие вещи особо-то не ем вообще-то. Ну, просто там творожная какая-то такая. Вкусная. Супер. Сухов. Сладкая очень. Сметаня. Сладкая, нежная, такой прям десерт идеального утра. Морозного альпийского утра. Матичинского. Матичинского. Ну да. В один раз можно. А ты же, а что, на школу не строят, да, уже? Да, бросим. Я не съем две панакоты. Не хочу. Название красивое, но не для меня. Тебе еще мои миссии забейли. Зачем? Ну, кто? Кофе. Самое вкусное. Завершение завтрака – это кофе. Топить твой кофе. Чпок. Холодильник закрылся. Сегодня утром проснулся с жуткой вообще головной боли. Видимо, вот эти перепады температур. И вот вторая чашка кофе, я как бы, я, как сказать, возрождаюсь. Я себя уже получше чувствую. Все-таки кофе – это, это прям вещь вообще. Хотя говорят, что в зеленом чае больше кофе, но. Не знаю. Танин. Танин? Угу. Ну вот. Что у нас, какие у нас еще новости? Ой, слушай, да никаких. Был момент, когда мы вчера очень посмеялись. На работе прибегает начальник и говорит, ну, вернее, как не мы, а пацаны у нас на работе. Ну, пацаны мои, ровесники-то все. Вот. Забегает Димка начальника и говорит, ой, Вика, надо срочно отполировать изделие. А мы, значит, есть серебро с чернением, а есть золото, ну, как бы с чернением, ну, просто на роде, но с радированием. То есть черным родием, вы знаете, да, вот золото, ну, видели, может быть, такой, как бы, вот, как будто вот эффект составленности, с потертостями. А вот черный родий покрывается на металл тонким слоем. Родий безумно дорогой, то есть там за грамм роди, ну, от 170 тысяч идет цена за один грамм, но этого покрытия, как бы, хватает на много изделий, поэтому вроде как, ну, распределяется нормально по деньгам. Вот. Ну и, короче, была вставка, а вставка это вот на шнур, ну, типа вот, как бусины, да, вот на шнур. И эта вставка, она была зачернена, затонирована вот в черный цвет, белый металл в черный цвет, и надо было кое-где его подснять, чтобы было видно, что это белое золото с покрытием, с наполением, с таким. Он говорит, быстро отполируй все. Ну и такая, а знаешь, у нас же на работе все быстро, и уже к этому иммунитет, и, знаешь, и вот как-то вот, ну, как говорится, уши-то не полыхают. То есть ты идешь в спокойную выполняющую работу, и он мне дает, значит, эту вставку, говорит, быстро отполируй все, и все там. И вот такой вид, что я ее беру в руки, рассматриваю, говорит, Вика, не надо смотреть там, давай, быстро-быстро делай все. Я встаю такая, хорошо, ну, так просто спокойно, и иду, значит, выхожу из цеха, там, в гробовой тушах, а потом все начинают ржать. И все начинают ржать, а я не понимаю, почему. Я пошла, отполировала, прихожу, ну, надо же быстро сделать, да. И там парень один говорит, говорит, Вика, ты рассказал ему таким томным голосом, что, говорит, тебе надо в услугах по телефону платных работать. Телефон. Да, секс по телефону. Я тоже посмеялась. Ну, знаешь, бывает вот такие вот на работе какие-то казусы, что люди... Как я сказала, хорошо. А я, знаешь, перед дыханием постановлю. Хорошо. И, типа, знаешь, пошла. Вот, и, в общем, ну, такие вот смешные какие-то вещи на работе бывают, что происходит, и... Развижает обстановку, вот, нервно. Ну, как? Ой. Ой. Простите. Чем больше сидишь, тем больше ящик. Да тебе-то надо. Я не в этом дожилую, да, я не могу. Вот. И, короче, вот так вот на работе что? Девчата, вот как было много работы, так и осталось. Когда мы обещали, типа, вот, декабрь отработаете день и ночь, потом отдохнете, потом будет нет. Нет. 23 февраля на носу. У нас мужская коллекция пошла. Делаем браслеты для воинов со святыми воинами, естественно, делаем кресты для воинов, тоже со святыми. Для воинов? Да, ради бога. Ну, это, считайте, это как бы позиционируется у нас, может быть, крест со святыми, с ликами святых воинов. Вот. И что у нас еще? Потом, значит, закончится 23-е, начнется 8 марта. День святого Валентина мы как бы игнорируем. Почему? Потому что, ну, у нас православная мастерская, это немножко другая история. Вот. Значит, потом, что у нас там? После 8 марта, что у нас там? Валентина обидется. Ничего, Валентин переживет. Я думаю, что любить надо не 14 февраля, а надо любить всю жизнь. Было бы кого? Это, знаешь, это как вот такая история, что на 8 марта мужики посуду моют. Ну, ребят, надо мыть каждый день, помогать жених посуду мыть. Ну, так-то. По-хорошему. Вот. Такая вот история. Панакота съедена, кофе допит. Правда. Ну, сам младенца глоболь тыс. А с вами был Кривой Репортаж Искрениваш, чихающий, кашляющий там и не уважающий никого блогеры. Желаю вам хорошего дня, добра и чтобы в вашем сердце всегда оставалось место для хороших слов и для добрых поступков. Кривой Репортаж Искрениваш. Пока увидимся.